всем привет сегодня будут торт печь мой новый сосуд хорошо смотрится на белом столе не блестит вот серебро как-то отдает а здесь красивый получается вид так скажу про кастрюльку купила на вал перец значит нержавейка недостатки очень маленькое дно неустойчивые положительные качества ее золотая на меня напала золотая лихорадка и объем здесь 2 и 9 самая большая какую я только нашла и вот из недостатка это дыма неустойчивая и она завернута во внутрь это тоже большой недостаток все тазики завернуты наружу его тогда легко мыть здесь все это внутрь не очень на мой взгляд правильно а так эстетически вполне себе приятная кастрюлька легкая удобная и не бликует на экране так значит два яйца яйца красиво смотрится красиво стакан сметаны мне 20 процентов но прежде чем отправить стакан сметаны сода пищевая пол чайной ложки отправляю сметану перемешиваю в сторону сметана продолжаю с яйцами сахаром сюда мне нужно добавить пол банки сгущенного молока это где-то получается 170 грамм сметана соединила с содой она увеличивается в размерах пузырица в общем-то мне этого и нужно было чтобы она прореагировала смесь отправляю какао порошок 2 столовые ложки я ложку столовую отправлю итальянского которое покупала в магазине до 500 грамм стоит 450 рублей а сейчас по скидке 400 рублей классный ароматный очень хороший и вот такой я еще нашла стоит она 49 рублей тоже в магазине да в общей сложности мне нужно две столовые ложки перемешиваю чуть-чуть растворим овакова не чуть-чуть перемешиваем ванилин чуть-чуть соли обязательно тогда вкус более такой глубокий все это перемешала сметана моя скоро выйдет из берегов и отправляю сюда сметану все перемешиваю так процесс пошел вот я отвлеклась пошла поставила включила духовку у меня всегда 180 градусов бисквит и пироги все 180 градусов вот уже идет процесс полностью во всей массе сюда нужен стакан муки один насыпаем ровно такой же какой браком сахар все это размешиваю такое тесто в сторону свое тесто прям большие пузыри уже пошли беру свою форму от шведского дома всегда говорю если вам попадается форма вот с такими бортами это самая идеальная форма на случай если вдруг что-то жирное оно не будет стекать на дно духовке оно будет собираться вот здесь какие-то заливные пироги типа с маскарпоне желатином это тоже все очень удобно такая форма они сейчас на маркетплейсах их полно поэтому на мой взгляд это самая правильная форма смазываю все это маслом сливочным бака чтобы разъем произошел выливаем сюда вот о чем я говорила чуть чуть не плотно сидит форма и вот она подтекает вот на случай чтобы она не вылилась на дно духовке так значит в этом пироге по рецепту сливочное масло со сгущенкой но это очень перегружена будет нужен кисленький крем легкий крем и это будет заварной крем на сметане треется не по не полный стакан сахара ваниль крем хочу немножко более жидкий столовая ложка крахмала без горки и столовая ложка муки без горки все это перемешиваю и отправляю сюда две банки сметаны по 300 грамм сметаны все перемешала и ставлю на медленный огонь помешивая венчиком которые именно для заварного крема он по дну ходит и сгребает все не дает пригореть крему до загустения до первых плюхов главное чуть-чуть соли вот варила минуты три уже вот он становится густой не останавливаюсь все время мешаю все крем начал булькать выключаю продолжаю помешивать вот как он начал булькать все выключаю начинаю помешивать все испекла чем хорош этот крем его можно мазать на горячий пирог и когда он соединяется с горячим пирогом он пропитывает все и получается вкусно два пекла две нормы два разобрала по три яйца делила корж пополам взяла три коржа а один пошел на украшение они у меня чуть отличаются по цвету потому что чуть-чуть разное количество какао этот крем стал кремом вот фаворит мое лето легкий вкусный сочный он делает пироги сочными торты верхушечку срезала а присыплю все крошкой ставила торт в холодильник и все на утро можно было есть пропитанный мягенький нежненький вкусно получилось это я две порции пекла и в одно положила больше итальянского какао он получился более темный такой корж более с выраженным вкусом какао а вот этот такой который за 49 рублей он светленький хотя цвет неплохой но вкуса не было у кофе вообще а так все вкусно ну что всем пока до новых видео